всем привет сегодня у нас вот такая вот небольшая посылка и здесь у нас телефон ли эко сейчас мы его распакуем посмотрим комплектацию и после я несколько недель похожу с ним и уже запишу видео о том о выводе переходник хорошего кома мне нравятся эти переходники они лучше чем сложат сяомишные со своими телефонами обычные черненькие в обычном пакете причем 2 пакета запаковано вот но они обычные пакеты то есть уже без пупырки без ничего часто жалуются на gearbest за то что они упакуют такие вот пакеты телефоны плюс телефон слышно болтается внутри то есть от этого болтания он мог там повредиться симпатичная коробка сзади надпись dolby atmos xl e x 626 часть информации на китайской здесь и мы и приклеены снаружи вот так причем 103 мая наклеила 1 2 3 3 мая а и мы один а это три наклейки просто то есть можно три наклейки мы ухты на внутренней стороне тоже какой-то штрих-код он прям пропечатан на коробке идет у нас зарядочка красивая зарядочка вот квадратненько такая сделана симпатично очень симпатично так 0 8 ампера а выход 368 ватт 12 вольт 2 ампера получается вот симпатичная такая зарядочка ну мы ее отложим пока вот проводочек переходничок из юсб тайп си тут несколько 35 входа поэтому необходим переходничок и его положили вот пусть будет и проводочек проводочек хорошего качества пластик такой тайп си проводок вот и давайте вторым посмотрим тут значочек в реку вот хороший проводок хорошего качества резина такая приятная пластик хороший вот так давайте посмотрим дальше дальше у нас сам телефон телефон давайте сейчас вернемся к нему идет у нас мобил меню вот и скрепочка красивая такая скрепочка блестящая давайте поближе вот такая вот красивая скрепочка брендированная и внутри тоже какая-то инструкция ну от инструкции толку никакого потому что они все на китайском толк есть только для людей которые знают китайский итак смотрим телефон телефон розовое золото такой ну прикольный цвет отпечаток пальца залапан уже сразу не знаю видно будет не видно но отпечаток на нем пальца уже чей-то есть дать проверяли вот две сим очки наносим вот и вот здесь ухты экран нравится мне вот сзади наклейка с имейами то есть ну это бестолковая прям на телефон клеить эту наклейку какая-то кусочек грязи какой-то ототрется как на клей похоже до оттирается все оттерлась вот но крышка задняя она алюминиевая и такая немаркая то есть матовая и отпечатки пальцем на не не остаются а вот экран да я потрогал тоже кстати не сильно остаются отпечатки то есть неплохо значительно давайте включим и посмотрим на него в руке сидит неплохо но он великоват то есть для сравнения я любитель 5 дюймовых и мне они нормальные как бы телефоны но этот немножко великоват но в руке сидит неплохо как я правша вот как он будет сразу палец падает на сканер удобно в принципе вот я улай тут все загружается пока загружается инфракрасный порт как у сяоми здесь качелька громкости с такой впадин кайну красиво стильно все сделано кнопочки все сделано снизу тайп си и для динамика но я так понимаю тут один динамик наверное хотя может и два и вот с левой стороны для sim card лоточек камера немножко выпукла вот сразу инвеси я так понимаю здесь прошивка у нас стоит которую необходимо перепрошить потому что не совсем полностью русифицирована она и не совсем нравится кстати заряд заряжен телефон ну почти полностью нажал кнопку лека он повис и перезагрузился то есть первый глюк который то есть может она так и надо я нажал в начале register она не сработала нажал skip телефон повис потом нажал логин ничего не происходило то есть он повис и буквально несколько секунд переживут прошло и телефон перезагрузился то есть первый глюк но уже он на русском он а ну и там на русском был и опять просит выбрать язык выбрать сразу можно размер шрифта вот такой нормальный для меня очень много настроек красиво 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 выглядит тоненький ну круто чё побегаю с ним немного и сделаю вывод я посмотрю эту прошивку что с ней чтоб они рассказывают верхнюю панель опустил тут ничего нету фигей шин нравится мне что клавиши они исчезают то есть если ты ими не пользуешься они исчезают потом воспользовался и они появляются опять прикольная это индикация то есть меня раньше на телефонах такого не было вот ну в принципе теперь я погоняю немножко и в конце скажу вывод что мне понравилось а что нет и в